Друзья, доброе оранжевое утро! Новосибирск, любимый наш, просыпайся вместе с программой Оранжевое утро. Станислав Чибриков, Анастасия Феевилова и мы, как всегда, по традиции, только с хорошими новостями. Отправляемся все в путешествие. Друзья, приглашаем всех вас. Мы с Настей поедем тоже под руководством путешественников. Но только, как ты скажешь, виртуально. Ну, пусть хоть так. Да, представленные гости. Владимир Лысенко у нас сегодня в гостях. Доброе вам утро. Здрасте. Владимир Лысенко – российский путешественник. Установил несколько мировых рекордов Гиннесса. За 27 лет посетил 195 стран мира. В этом году на судне прошел от Архангельска до Чукотки. Это путешествие – этап многолетнего проекта, завершение которого планируется в 2023 году. Давайте так, Стас, давай мы сейчас о нашем телезрителе, расскажем, что, буквально в двух словах, что за человек у нас сегодня в студии. Итак, я начну. Вокруг света на автомобиле. На катамаране. С высочайших вершин мира. Из недр Земли в стратосферу. Вокруг света на велосипеде. Вокруг света по экватору. И это все он. Давайте сразу... Ну, вы понимаете, да? Сразу вопрос. Сколько стран в мире вы посетили, и сколько еще вам осталось посетить? Всего 195 стран в мире. В мире это официальных членов ООН. То есть официальных стран? Да, официальных. Потому что таких неофициальных, как Абхазия и прочее, или еще какие-то маленькие страны, которые признает только сосед по квартире. Официальные страны я все их с 95 посетил. Вы официальные все? Да, да. А где понравилось больше всего? Это Исландия, Новая Зеландия, Бутан. Владимир, а за какой промежуток времени вы совершили вот эти... Марш-бросок на 195 стран, да. Ну, это получится. Вот первая страна моя была Непал, вернее, Индия-Непал. Индия был транзит, поэтому Индия-Непал сразу получили в 90-м году. И вот где-то, ну, примерно в 2017 год, примерно. То есть где-то 27 лет. То есть у меня... Вы же понимаете, что в 90-х годах путешествие по странам для нас было намного сложнее. Болгария. Сейчас от Болгарии, Румынии еще можно было. Да, но, нет, я уже говорю, с 90-го года, а уже там тоже сложно стало. Они же от нас отделились. Да, да, да. Мы же уже были... С 91-го года уже Советский Союз, к сожалению, ушел, поэтому осталась Россия, а Болгария сам по себе. Нет, дело в том, что, когда я ехал по Южной Америке, вот я в 90-х годах, каждая страна, ей нужно было получать свою визу. Сейчас практически вся Южная Америка безвизовая. Ну, там осталось одна-два маленьких высочек, практически весь континент, класснейший, класснейший континент, он безвизовый. А там нужно было получать каждую визу аргентинскую, чилистскую, уругвайскую. Это была большая возня. То есть путешествие – это хобби, увлечение, это работа. Вы пишете еще книги, мы об этом обязательно сегодня поговорим. Что для вас на сегодняшний день, вот, или это уже то, без чего вы не можете, это ваш заработок, это что это? Да нет, ну, какой же заработок, вообще-то я... Тратитесь на вас? Не приносит ни копейки, абсолютно, значит, дохода. Я, вообще-то, научный работник из Академгородка, доктор физико-математических ног, занимаюсь. Многие скажут, неплохо, у нас живут научные работники. Поэтому это у меня увлечение, хобби, просто такое мощное увлечение, которое занимается. То есть в отпуск, в обычный ваш отпуск? Нет, ну, в обычный, там где-то беру дополнительно, понимаешь, физико-математические. Мы спросили, какие страны вам больше понравились, не могу не спросить, а какая из стран, мне тоже не понравилась, но оставила двойственное впечатление, криминал там какой-то случился. Ну, было, конечно, не понравилось нам, вот вы понимаете, вот в каждой стране, вот нет хороших и плохих стран, или хороших и плохих людей, хороших и плохих национальностей, есть, в каждой национальности есть плохие люди, есть хорошие люди, причем хороших это 95%, скажем, или там 90%, а плохих там 5-10%. Ну, бывает, что у вас не повезет, вы попадете на эти 5-10%. Да, у нас это самое, тут, конечно, очень была большая напряженка в двух странах. Ну, в Венесуэле нас просто, откровенно говоря, мы попали, взяли такси из аэропорта, а нам там ребята, таксисты, завели в какие-то кусты и сказали, давайте деньги, понимаете? Да вы что? Да, это официально из аэропорта, это город Каракас. Мы ехали из аэропорта, международного аэропорта, в центр города, вот такси, который, понимаешь, вот здесь стоит все. Поэтому там, ну... То есть воспользовались нелегальным перевозчиком. А как разрешил ситуацию, мне сейчас интересно. Ну как, 100 долларами разрешился. До них 100 долларов – это большие деньги, поэтому все это вот. На этом все ножи стали доставаться. И уже интересно. А вторая страна? А вторая страна – Колумбия. Я как раз там, когда пересекал Колумбию, когда проект по экватору был, там еще была война гражданская между фронтом, значит, партизанами, как бы красными партизанами и правительственными войсками. Там еще, правда, участвовали еще местные... Картели наверняка. Да, да, да. Нет, они как раз не участвовали в картеле. Мне не повезло поэтому. Поэтому, в общем, ситуация такая была, что маршрут, где территория партизанская, а я еще заранее, когда готовился к этой поездке, написал... Есть такой сайт, значит, в интернете, вот этот фронт, значит, колумбийский народный. Я, значит, пошел, говорит, ребята, вы нас пропустите, надо дать бумажку, чтобы мать у нас не там... А я знаю, что они берут в плен, и потом требуют 20 тысяч долларов за человека, а это ребята, эти партизаны. И там эти ребята, один литовец там уже лет 20 живет, потому что некому за него 20 тысяч заплатить, если там вот такая тоска. И тебе сказали, да, вас, типа, правительство кинет, то есть вас правительственные войска убьют и скажут, что это мы сделали. А когда я такой же просьбой бумажку дать правительству, в смысле, вот, у нас в Москве в посольство обратил, мы сказали, что вы, ребята, вас партизаны убьют и скажут, что это мы сделали. То есть абсолютно, значит, зеркальные, значит, ответы. И мы между ними... И нас что спасло? Что вот как раз картели, наркокартели, они вне политики, они только деньги делают. И мы как раз, стоило больших усилий, вышли на этих наркокартели. Ну, не на картели вышли, мы просто вышли на наркоторговцев, которые там за определенную сумму денег, достаточно большую, провели нас через эту всю территорию партизанскую, мы шли на моторной лодке. Как это шли? Вы как фильм рассказываете? Мы с утра запустились, с утра в каком-то ручье попали на большую реку, как это называется, шли, я и Сергей Додоладов тоже из Новосибирска. И мы шли, 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 значит, самое, потом весь день не пристаем к берегу, берег партизанский, нас могут забрать. А уже, когда темно становится вечером, наш гид знает, какой ручей, в этом ручье мелком ручье поднимаемся и приходим, значит, на стоянку этих ребят, которые, значит, производят наркоту, ну, выращивают наркоту. Мы там куинам хормят, мы уже утром просыпаемся, а вокруг плантации коки. Там у меня вот тоже здесь есть фотографии в этой книге, есть фоторафия плантации коки. Мы предлагаем, ну, мы как раз не Серега, мы этим самым не увлекались, поэтому вот дайте, спасибо. А они все время все живут. Мы просто говорим, что да вот, и третья линия была, только этому линию, ну, а напряг был достаточно серьезный. Я не могу вас не спросить, Владимир, а на каком языке вы общались вот во всех этих странах, вот с теми же картелями и правительственными войсками, на каком языке? Значит, сразу же расскажу, что вам, если вы хотите по миру предшествия, вы должны знать английский. Ну, английский у меня в пределах кандидатского минимума, поэтому тогда еще я, в то время я вообще хорошо знал, но сейчас это, конечно, хуже и хуже, потому что, общаясь вот с третьим миром, где говорят только, значит, прописываю и дефинит, только опускаешься до этого уровня, и потом уже начинаешь, значит, как-либо... Уже есть сложно подчиненные предложения, уже нет, обычно уличный разговор на английский. Сначала я, знаешь, думал, о, вот там, козырять, а... Hello, my dear friends. Нет, это как раз, это нормально, уличный, это все эти самые, все индусские ребятники так и кричат, понимаешь? Вот. И потом говорят, money, money, понимаешь, чтобы не было сомнений, что они о тебе хотят. Нет, я просто говорю, что более сложный так. Вот не хотелось бы вам выпить пиво, если бы, понимаешь, если бы эта девушка, понимаешь, вам улыбнулась, ну, вот такого типа. Вот я такое не могу сказать. А money, money, вот вопрос, который вчера Станислава, когда он готовился к эфиру, да, волновал больше всего. Откуда? Это же очень дорогое, думаю, удовольствие. Значит, удовольствие дорогое, но ситуация такая, что вот я первый, вот это, на котором я встречаюсь в решении мира. Да, да. Вот это была, первая моя экспедиция была сделана за свои деньги. От Непала это место обходилось, значит, в 600 рублей. Это две мои, наверное, самое, это, значит, ну, то есть это достаточно было для меня большие деньги, но... По тем временам еще. По тем временам это самое. Ну, это, ну, вот первая, две экспедиции, наверное, я провел за свои деньги. После того, когда уже здесь в мире путешественников и сплавщиков засветился, дальше уже ко мне пошли-пошли письма, еще до интернета не было, это 90-й был, второй год. Письма пошли, и телефоны, разговоры, и стали люди собираются со всего, значит, со всей, ну, сначала союза, потом в 90-м году, а потом уже с Россией, там, и с Перми, и Владивосток, и еще других стран, и с предложением пойти меня финансировать, ну, пойти со мной, и по какой-то... Я говорю, вот я следующий мой... намечается... Про финансирование, Владимир, мы еще поговорим, друзья, сейчас прервемся буквально несколько минут, посмотрим, что нам приготовили корреспонденты телеканала НСК-49, после этого вернемся в студию. Да, и мы со Стасом ищем уже спонсоров, потому что хотелось бы, конечно, Новый год где-нибудь отпраздновать. Друзья мои, не переключайтесь. Доброе прекрасное утро, уважаемые наши телезрители, спасибо, что выбираете именно нас. Станислав Чебриков, Анастасия Фефилова, это специально для тех, кто только что нажал кнопку телеканала НСК-49, мы продолжаем. В гостях у нас путешественник Владимир Лысенко. Еще раз доброе утро. Владимир, мы с вами прервали наше общение на том, что... Что начали появляться спонсоры. Спонсоры начали, вот, в вашем первом путешествии. Ну, вы понимаете, вот я это не называю спонсорами, это не называю компаньонами. Компаньонами. Компаньонами, когда человек едет со мной, то есть я занимаюсь организацией, визами, беготней, все такое, чтобы мать, чтобы подать, чтобы кушать, где поспать, что занимаюсь. Что с вами, как за каменной стеной, в первую очередь. Я выступаю в роли турфирмы, это частная турфирма, понимаешь, я все организовываю. Он платит деньги, поэтому я называю их компаньонами. Спонсоры, это когда вот, у меня чистым вспомнил, вот, в этом году еще один был спонсор. Был со временем Кузбассоцбанк, такой, Ковбанев, фамилия, я на всю жизнь запомнил, что это единственный человек, который мне просто дал полторы тысячи долларов, когда я ему сказал, что мне нужно в новой Венеи сплавиться среди попугасов, вот, на катамаране. Он просто взял, достал полторы тысячи, говорит, на, путешествуй, все, без всяких там, ничего, я ему не обязан. Вы его упомянули в книге? Конечно, упомянули, я его всегда упоминаю, потому что этот человек, такой, Кузбассоцбанк, банк разорился, его уже в Новосибирске они не едут. А можно вопрос, вы с кем путешествуете чаще всего? Так вот, я скажу, значит, в чистом виде, а так-то у меня всегда есть, не всегда, конечно, вот, на велосипеде, это тоже у меня была велосипедная кроссветка, у нас это самая дешевая кроссветка, это только за мои деньги, это я все сделал, это потому что она дешевая, здесь просто приезжаешь, ешь, ночь крутишь, там где-то ночуешь, как питаешься, и все, здесь просто. А на какие-то более серьезные проекты, вот у меня всегда были компаньоны, вот, наверное, и вот я сказал, что мы сплавлялись, мы, там, из Мозеров, Мозеров из Владивостока, вот, по Аргентине, в Аргентине сплавлялись по Ласковой войску, там, нескольким речкам. Если вы говорите, это Кузнецов из Перми, мы с ней сплавлялись и по Голубому Нилу в Эфиопии, и в Австралии сплавлялись. И, то есть, и еще были такие ребята, с которыми, которыми просто делали. Было, ну, не только это, например, с точки зрения вот этих 95 стран мира, самый дорогой участок, это вы как понимаете, вот в мире, где попасть дороже всего, как вы думаете? Куда? Мне почему-то кажется, что... Район. Не конкретно странно, а район какой? Ох, я не знаю. Ну, Европа. Тихий океан? Европа – это самое простое. Работа, Европа, вы даже из Новосибирска улетели, Тихий океан. Там куча стран Тихий океан, типа Кирибати, Вануату, там, понимаешь, просто Соломоново острова, Науру, вот, Науру 20 километров... То есть, абсолютно нетуристические, правильно? Абсолютно нетуристические островы. Нет, ну, они... Американцы там путешествуют, американцы. Но им близко, да, вроде бы. Нет, им близко, просто у них деньги есть. Ага. Абсолютно экзотики, потому что они, спросите, сейчас у Новосибирска, где находятся Кирибати, они не знают. Спросите у меня, я не знаю. Хорошо, какая территория Кирибати, вернее, расстояние. Я вообще думал, Кирибати – это какая-то приправа. Да, я понимаю. Вот эта приправа занимает примерно такое же состояние, как и Новосибирск, когда Москвы, 3000 километров на территории Кирибати. Но это маленькие острова. Маленькие острова, там, по 8 километров в диаметре, или просто плосочки такие, там, по 8 километров. Вот их много, этих остров, все на тукует. Вот эта страна. Ну, к примеру, вот так вот, и туда можно только самолетом долететь, либо иметь частную яхту, которую, по-моему, в течение года ходить по этим делам, у них нет. И вот тут как раз есть, как раз, мы тоже еще один пришли, а-ля, а-ля, значит, ну, ладно, не буду говорить фамилию, потому что скажут, а, из Уфы, значит, самое, Сергей его имя. То есть мы, самое, ему нужно тоже было делать проект, ну, в данном случае, у него 50 стран мира, 100 стран мира. Но набирает страны. Те страны, а он английского не знает. А, кстати, мы-то не кончили, я сказал, что кроме английского еще нужно знать испанский на уровне разговорника, который вы учите за одну неделю сами по разговорнику. Типа, куда пройти там и так далее. Значит, вот, так вот, он вообще не знает никакого языка, и вот я тоже выступаю, вроде всего, организатор, все билеты на мне эти, все это возня, это какое дело. Но он оплачивает нас в поездку дворец. Владимир, правда. Я и кончил как раз этот проект именно благодаря этому Сергею, потому что вот туда у меня просто денег, ну, нет. Ну, вот сейчас мы сейчас так медленно и верно переходим как раз-таки к компаньонам, к компаньонам, которым вы сейчас просто нуждаетесь, попутчиках. Расскажите о новом проекте, который вы еще не завершили. По периметру всех континентов, что это? По периметру всех континентов, это подразумевается, что, ну, вот, я здесь, я вам слайд отдам, но там есть, когда оставляю, по береговой линии, грубо говоря, близкой береговой линии, пройти вот эти все-все континенты, объехать или оплыть. То есть, ну, вот это, ну, значит, тут три способа у меня. Это, ну, просто, значит, весь проект занимает 210 тысяч километров. Так. То есть, у меня вот, если, то есть, у меня уже почти 200 есть, то есть, понимаешь, ты, значит, это самое, из них на велосипеде около 30, ну, 28 тысяч километров пройдено на велосипеде, тысяч километров. Это, там, 130 тысяч с копейками, тысяч километров на машине и, там, где-то около 50, там, 46-60 тысяч на судне. Потому что есть северные места или очень южные, типа Антарктиды, которые на Антарктиде не проезжают, значит, никак. Не на велосипеде, не пешком. Там только можно оплыть, причем оплыть не вдоль кромки, а так как там припай стоит на полторы тысячи километров, то есть, это вот только где можно позволить, это вот по таким большим радиусам. Какие континенты осталось посетить? Для чего вы, для каких континентов вы ищете компаньонов? Значит, у меня самое, у меня осталось всего три этапа осталось. Два автомобильных этапа, это Китай и Нигерия, это для меня простые этапы. Ну, сейчас эти страны закрыты из-за коронавируса, вот они уже год закрыты, еще сколько, когда Китай откроется, я вообще не знаю. То есть, вот это меня держит. Но, это как только откроются, я пройду, тут никаких проблем нет. Проблема для меня, это вот Северная Америка, Север Северной Америки, оплыть, ну, вот я, вы как-то еще покажете, вот здесь, от Нома, Аляска, до Галифакса, Канада. Вот этот кусок, там, так называемый Северо-Западный проход, там интереснейшие места, там, конечно, всякие, эти самые, хатки всякие, где там, кто-то там осваивал, там, аминистрические места их осталось. То есть, там, исторические места, там, всякие, всякие животные, арктические, там, могут быть, медведи, все-все можно. Интересно, да, и? И вот, мне нужно вот этот этап, потому что его пройти можно только на корабле, только на судне, причем на судне, он вот так, как у нас, я в этом году, например, прошел Северо-Морской путь, от Архангельска до, значит, до Чукотки, до Пивека. Это в этом году? Да. Там полно наших судов, ходят туда-сюда, ты поймаешь, там просто важно, чтобы тебя взяли. Это большая проблема, чтобы взяли, но вот меня там взяли на этот раз. У вас получилось все хорошо? Получилось. Там никаких, там, так как много островов, и все, там все сложно, и все, у меня лед, там пробиться, да, даже не всегда можно пробиться с ледоколом, то есть, ну, это сложно, потому что, ну, отходил Николай Летал, он просто не смог пробиться, и под ним ледокол шел, тогда он тащил эту, значит, вот это, вот это. Там единственный есть способ, это пройти на круизном судне, повторяю, на круизном, это момент для вас, что вот девушек типа вас, потому что некоторые не привыкли, понимаешь, в условиях, там, знаешь, лед, там, снег, в спальнике, а вот на нормальном круизном корабле, он... Поэтому девушки... Ну, значит, ну, это бывает один рейс в год. О, и на него надо попасть. А когда этот рейс, Владимир? Вот на 22-й год, было еще весной 21-го уже все беды забиты, сейчас только есть на 23-й, это будет август, сентябрь 23-го года. Мне нужно, то есть, грубо говоря, как бы, я планирую 4 человека, там каюты двухместные. Поэтому здесь по гендерному признаку, если я приехать, вам, значит, нужно с кем-то еще, с такого же типа ехать, того же, либо с мужем. Тоже дамочку. То есть, понимаешь, вот такое дело. Поэтому здесь, ну, 4 человека, вот 2 каюты. Владимир, я с большим удовольствием вам помогу, и надеюсь, вы в 23-м году вспомните, что Настя Шефелова, ведущая 49-го канала. Уважаемый телезритель, 4 человека, у вас есть возможность познакомиться с потрясающим, умным, начитанным человеком, с которым вы будете как за каменной стеной. У нас в гостях был путешественник Владимир Лысенко. Друзья, приглашаю вас со мной в путешествие в северо-западный проход. Пока-пока. Анастасия Фефелова и Стас Чиберков прощаются с вами, отправляются в путешествие до своих квартир. Мы тоже туда хотим. В небольшое, да, путешествие. Вам желаем всего хорошего, чтобы весь день был у вас очень интересный, и вся неделя, весь месяц. И если вас заинтересовал этот эфир, звоните к нам в редакцию, мы обязательно вас свяжем с Владимиром Лысенко. Пока всем. Пока!